Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Живьём». Мы ведём прямую трансляцию из московского клуба «Трамплин». Я представляю вам наших сегодняшних гостей. Группа «Лилит». Привет. Солист группы «Химерыч». Он сам себя именует. Химерыч, представь нам своих друзей по группе. Друзья по группе. Максим, властитель ритм-секций. Не всегда. Кирилл, шестрая страна революции. ДФ, четвёртая страна психоделии. Психоделии. Интересно, стиль музыки у вас тоже психоделический? Я не критик, я не знаю. Я не сбираюсь в стилях. То есть вы никак не стилизируете свою музыку? Нет, мы не умеем. Хорошо. А кто-нибудь из гостей может определить стиль группы из тех, кто хорошо знаком? И тишина. Активнее. Дело не в словах вообще. Дело в том, что, понимаете, данный клуб уже определил стиль музыки. Меню? Да, меню. Вот он назвал группу «Лилит» альтернативный рок. Зачем мучиться и чего-то искать, и множество сущностей. Хорошо. А откуда такое несколько мифическое название «Лилит»? Нет, оно нифига не мифическое. На самом деле название ни из чего, оно ничего не значит просто от того, что в определенный момент это буква сочетание фонетически всем очень понравилось. Оно не имеет отношения никакой к мифическим вещам, никаким пипишем через чешку. Если нужно какой-то смысл в нем найти, то это игра слов от санскрита и латыни. Давайте не будем об этом. Это вообще не имеет никакого значения. Это просто звуки, буквы. То есть к богине Лилит это название не имеет никакого отношения? Вообще-то никакой к женщине, которая там до Евы, это не имеет никакого отношения. Вообще ни к чему не имеет никакого отношения. А какая-нибудь песня, посвященная женщинам, у вас есть? Все. Все. Сегодня хочу напомнить нашим друзьям, что сегодня 20 марта, сегодня день весеннего равноденствия. Вообще 22-го. Вообще я посмотрела сегодня специально в интернете, написано, что 20-е. А у нас с вами разные интернеты, наверное, и ладно. Вот. И раз уж мы заговорили о богине, сегодня отмечается праздник, день богини Астары. Ух ты. Очень приятно. Поэтому, может быть, мы начнем с чего-нибудь такого вот, посвященного женщинам-богиням? То есть с любой. Давайте с любой. Так с чего мы начнем? Ну да, «Пространство мертвых дорог» называется совсем новое. Никакого отношения к одноименному произведению Бероза Уильяма не имеет. Хотя, может, и имеет, я не читал. Давай. Соленые узы зрачков В хрики уставшей воды Видны лишь с одной стороны Изнутри ты пока что один уходи, исчезай сквозь дома Не догнать отстающие сны Это все Туманы, трава по колено Вдрызил, отпустил Объясни, куда мы Куда нас По просторам себя Разнесло Без времени, час Далеко до всего Далеко до всего Далеко до всего Далеко до всего И ноги не те же весы Все, что было, будет и есть Положить и забыть нам навенье, что Утекают сквозь пальцы часы В пространстве мертвых дорог Все все выбрали сами На свой незначительный срок Стрелки выбили вдоль Друзья выбрали свет Глаза вытекли вдоль Телстных век, сотных век Круговерть, круговерть В голове ничего В легких тот же свинец Сердце в слабую долю конец Не приходит лишь раз Мы всего только газ Развыленный пыль Ежедневно силы Вечный, как все Забри и смотри, все Проходит, проходит, проходит Проходит, проходит все Найди те же весы Все, что было, будет есть Положить и забыть На мгновение и штук Узникает сквозь пальцы часы В пространстве мертвых дорог Все все выбрали сами На свой незначительный срок Соленые лозы Возвращу В крики уставшей воды И мы лишь с одной стороны И внутри ты пока что один Ну вот мы спели, проверили Кажется, ничего Вот я держу сейчас в руках Прошу снять покрупнее Скажи, у меня его нет Диск, который недавно Выпустила группа Лилит Расскажите, пожалуйста, поподробнее Такое интересное название Откуси с другой стороны гриба Так еще же оно интересно Это же Это никакого отношения не имеет К тем грибам, о которых вы подумали Давно все еще написал С одной стороны откусишь Одно увидишь С другой стороны откусишь Другое увидишь Юис Кэррол Алиса в стране чудес Глава шестая Синяя гусеница дает совет Откуси с другой стороны гриба Ну там тоже, так скажем Можно определенный Недетский по тексту видеть Это ваши проблемы И наши И каждого, кто это видит Ну расскажите подробнее Про диск, про запись диска Все это делалось С октября прошлого года Как говорил Батька Юрий Ельянович Выходило это все С кровью, потом и поносом Где-то После Нового года На самом деле Это было тяжело Потому что Где-то на 4 месяца Все потеряли Какой-то график Вообще Сон, что-то еще Мы где-то там Жили на студии практически Питались каким-то Да ничем мы не питались Вообще Голодали Ну да, это было Лечебное голодание По индуистским методикам Вот, ну и как-то Это все скомпилировалось В такой материал Все это делалось На двух студиях На самом деле Все вот это Вылезло из желания Сделать просто Давайте сделаем демку На 3-4 трека А вот вышло вот так вот Вышло 8 Вышло 9 На самом деле Там первый нулевой И последний бесконечный Микрофончик дал По крайней мере За создание этого альбома Возмужало Как минимум Одно животное Это Кот Диес его зовут На студии Когда мы начинали писать альбом Он съел у меня пирожок Когда мы заканчивали Он был уже вот такой Это видимо все случилось От пирожка Правда никто в это не верит Особенно Химерыч Я не знаю для чего Пирожок был не с грибами Я не буду ему рассказывать Подробности А пирожок наверное тоже был Из сказки Льюиса Кэрролла Потому что там Алиса тоже ела пирожки Возможно Это был как раз тот пирожок От которого Алиса выросла Потом подкинул адрес Где такие пирожки продаются Вот Ну а что-нибудь еще интересное Записью альбома связанное Мы-то не можем видеть В этом ничего интересного Для нас уже как бы пройденный этап Это сделано Что-то испражненное из себя И вот у него что-то может интересное Химерыч он как автор Он уже все из себя испражнил Ты сам как автор А мы как бы За ним это уже продолжаем Как бы по инерции Привнося что-то новое на каждый репетитор Ну стараемся по крайней мере Происходит С руганью естественно И с руганью тоже На самом деле Альбом очень интересный Хотя бы по той простой причине Что зацеплены мысли доктора Монро Роберта Монро Что собственно сказано Чувак на сайта посадят Да-да-да-да На самом деле Когда мы уже записали этот альбом Я увидел вдруг его обложку Совершенно случайно Это никак было не связано С тем, что я как-то играю в этой группе Совершенно случайно ее увидел И открыл кстати диск Нет, нет, не надо было этого делать После того, как я открыл этот диск Я все-таки решился прочесть Что там внутри Заметь, не послушать Как бы слышал уже до этого Прочел И меня заинтересовали Разные английские слова Которые там написаны Вроде русскоговорящего населения Почему-то написано по-английски И совершенно случайно Просто черт меня дернул Забить это в Google Google мне ответил Да, вот именно то, что я сказал Это работа доктора Монро Кому будет интересно Я думаю ознакомиться с этим Спасибо А что же именно тут Вот на работу доктора Монро Натолкнуло Ну, насколько я понимаю Тут логичные слова На английском Хемисинг Называется Технология С которой записано Так, сейчас попробую Для наших телезрителей Это еще раз найти И повторить Хемисинг Хемисфер синхронизация А, вот тут вот Сокращение Да, так красиво По-английски повторили Пожалуйста Если кто запомнил Наберите в Яндексе Или в Гугле Ну да Там много материалов По этому поводу Если сейчас Начнем об этом рассказывать Это будет очень надолго Я напоминаю Нашим телезрителям Что вы нас смотрите На сайте www.tv-l.ru На сайте Работает чат Заходите Задавайте ваши вопросы Также наши зрители В зале Тоже могут Просто поднять руку Я подойду с микрофоном И вы можете Задать вопросы музыкантам Мы Слушаем Следующую композицию Скропер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все изначально Выместит дерево Мутным Небзрачного Цвета привычного Кто тебе покажет Хватиться в огонь Все каждодневная Связка отмерена Скопотно-мерен На горизонт На простор Каждый на время Кто поем Просеянем Сквозь тело Просеян Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Вечер, скомканный дом Памяти хватит на то, чтобы стратить И все квадратное станет нулем Узко тут Я вот тут вот еще альфомочек все изучаю Так вот, интересная надпись Почему-то в зеркальном отображении Мы сами не знаем, почему Да, вот Написано, что в избежании попадания мелких частиц неосознанного опыта Вот, у вас просветление находит Вот, смотрите Перед прослушиванием проснуться и удостовериться в реальности Реальности По счету, вторая реальность в кавычках Ну, просветление вас наставило на не до конца Ну, оно главное есть Недавно был в магазине продуктовом Кстати, там почему-то диски продаются Вот, продавался там диск одного Гражданина Российской Федерации Который играет музыку Ну да, православную музыку Кстати, в последнее время Так, господина Кинчева Вот И мы тогда уже альбом, собственно, выпустили Да, я не знаю, как у нас с ним По срокам совпали эти альбомы Я внезапно прочитал надпись Ну, просто по привычке Я привык вот эту надпись читать И на его альбоме я прочел надпись И потом понял то, что написано так же Вот И на самом деле Затрагивая роль плагиата Никакого тут не было Ни у него, наверное, ни у нас Это просто мысли Которые попали одновременно в голову Никому не понятно Мысли, ну да, они же витают То есть А почему вот реальность и реальность И вторая реальность в кавычках Это настолько же долго объяснять Насколько, что такое гемиссинг Ну, если вы хотите, конечно, мы можем попробовать Давайте попробуем Наверное, перед этим интересно будет Можно еще раз, я забыл просто, что там написано В избежании попадания мелких частиц неосознанного опыта Вы заметите, пути с большой буквы тоже написано Да, мыслительные пути Но вот кто в теме, тот понимает, почему с большой буквы пути Почему предложение в избежании начинается с маленькой буквы Перед прослушиванием проснуться с большой буквы И удостовериться в реальности Реальности, которая в кавычках В первом случае реальность употреблена в этом предложении Как обиходное слово Которое мы используем в разговорном языке Вот эта тарелка реальна Вот этот человек реальна А вторая? Вот А вот вторая, которая в кавычках Именно вот в этом смысле Которая у нас сейчас Ну, это все опять же Это все слова, которые объясняют Ими нельзя пользоваться для того, чтобы объяснить абсолютно все Это еще сказал Эйнштейн, еще до нас Да А у нас есть вопросы в зале? Мы хотим еще музыки Им не нужны слова Да, им не нужны слова, им нужна музыка Ну что же, мы дадим им музыку? Да найдем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и что на ней изображено да ты знаешь ответ на этот вопрос деле это адский выжигатель мозгов подарен мне химера чем вот эта шапочка содержит мельчайшие тонкие нити которые позволяют отключать сознание во время воспроизведения музыки на барабанах что способствует пониманию неосознанного и коллективизации извините эта шапочка имеет какое-то отношение к шапочкам из фольги которые носят люди боящихся излучений скорее это имеет отношение к шапочке которые носят тибетские дукпа тибетские кто дукпа это кто такие ну давай назовем их монахами я не знаю как иначе это назвать но это настоятеля это учителя давай вернемся к ноутбуку роль какого инструмента он выполняет главного основного он вообще больше всех за нас думает хорошо получилось человек подумал создал компьютер чтобы компьютер теперь думал за него ну он думает на самом деле с помощью подачи мы подаем ему идею он дальше ее развивает на самом деле ноутбук как сказал уже дорогой товарищ х и мерить вот это не выход это просто как правило вход там много входов на на самом деле смысл в чем мы когда начинали вот собрались вместе решили чего-то поиграть это чего-то вылилось в поиск нового звучания в принципе которого нет на эстраде которого в принципе даже не то что на эстраде нет да но глядя сквозь призму меня вот его 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 в любом случае получаются повторения какие-то и эти повторения относится каким-то группам так вот в частности ноутбук с широким спектром звучание вода он все-таки позволяет отойти от намеченных стереотипов вот просто ориентируемся в основном на западную музыку звучание поэтому а то там это уже давно вот вот там вот допустим такого вопроса не возникло ой у вас тут вот инструменты а еще и что-то непонятное такое много проводов и такая коробочка с новыми а это ноутбук зачем вы его используете потом уже все нормально потому что давно все это делается касается ориентируемся на западную музыку ориентироваться можно ориентируемся как раньше ориентировались вот допустим тот же колумб вот я вижу звезду на нас примерно мне наверное сюда так вот именно так мы ориентируемся мы примерно да мы не хотим быть похожими на те же самые западные группы просто берем это не плагиатами это не плагиат мы просто берем какие-то идеи и выражаем их по-своему давайте мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу а послушаем следующую композицию и продолжим разговору про ориентиры про это тоже да подожди давай потом а а Субтитры подогнал «Симон» 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 В музыке вы ориентируетесь на запад, да? А вот скажи, на самом деле, без лести, мне всегда поражала образность твоих текстов, действительно, очень яркие и интересные. А вот в чем ты ориентируешься? В текстуальном плане? Да, именно. На то, чтобы это не несло вообще никакого смысла, чтобы не было ни одного понятного словосочетания. Тогда будет свобода для воспринимающего. То есть, как бы, если ты слышишь фиолетовая лампа, ну, понятно, фиолетовая лампа, а там больше ничего придумать на этот счет нельзя. Вот этот вот весь там «Русский рак», «Парись там, чувак» и все такое. Если даже вот дальше из такого, из нормального предложения какого-то там «Вася вышел погулять», убрать несколько слов, уже получится что-то образное, из чего тот, кто это услышал, может воспринять каждое что-то свое. Поэтому, чтобы не было никакой вот закостенелости, зацикленности, остановки, вот. То есть ты доверяешь с вами слушателям, даешь простор? Конечно, я же в них ничего вообще, в принципе, может, что-то их вкладываю, но не знаю. Тут, да, дело всегда в восприятии же. Я надеюсь, что хоть кто-то, кроме меня, в этом уверен здесь. Поэтому, если что-то говорится окончательно и бесповоротно, вот что-то вот, 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 твердый стул. Не хотел это говорить. Тогда это все-то вот так вот все. И вот больше по этому поводу подумать ничего нельзя. Если там зеленый дождь, не знаю, ну, полный абсурд какой-то. Ну, здесь уже вот что угодно. Главное настроение. То есть тексты пишутся не для текста, а для поддержания какого-то настроения определенного, задаваемого музыкой. Потому что, в принципе, звуки — это главнее, чем слова. Хорошо, спасибо. Кемера, а ты используешь, когда пишешь тексты, технологии Брайана Гайсена? Что используешь? Технологии, придуманные Брайаном Гайсеном. Технологии вырезок. А, технологии разрезок? Нет, но… Сейчас надо объяснить, да, наверное. Что за технология такая? Был такой товарищ в 60-х годах в Америке, Брайан Гайсен, большой друг. Почему-то, опять же, второй раз за сегодня упоминающегося Виктора Уильяма Берроуза. Он придумал кучу всяких интересных вещей. В том числе писать… Так называемые разрезки. Они так, в принципе, и называются. Он брал газетные статьи, разрезал их на полоски, перемешивал. И раскладывал, как они есть, и из этого делал стихи. То есть, вот как они лежат у него в хаосе. Вот так вот. Блин, ну все, стих. Дескать, ни хрена не понятно. Но вот это же… Это создает какую-то определенную атмосферу в любом случае. И это пробовал на себе, да. Но при написании текстов я этого не использую. Это нереально. Для этого нужно иметь много газет, много каких-то текстов, чтобы… Ножницы, опять же, чтобы их резать. Вилку, может быть, которая упала. Так что нет. Нет, ну его самого… Сам он мне интересен, да, товарищ. То есть при написании текстов какого-то глобального смысла ты в них не вкладываешь? Да и минимального тоже нет. То есть вообще смысла нету? Да, ну если кто-то их слышит и находит в этом смысл, отлично, это он и есть. Ага, хорошо. А музыка какой группы, может быть, как-то повлияла на творчество группы Лилит? Изначально это… То есть когда это все начиналось, сейчас уже от этого не осталось ни кусочка, наверное. Изначально основное влияние было от группы Ту и группы Химера, которая, кстати, единственная российская группа, которая как-то еще повлияла. Она умерла вместе с ее вокалистом в 97-м году. Это было на самом деле то, чего аналогов вообще не было нигде никогда, я еще не слышал. Это было что-то потрясающее. Потом со временем сейчас это переросло уже в несколько более… То есть вначале это был такой трэш какой-то там месиво, что-то шаманское такое, там безумное, специально сделано безумие. Сейчас как бы все попроще, уже как-то это надоело сходить с ума. Опять же из западных, то есть я сейчас скажу название, они никому ни о чем не скажут. Это Dredge, 65 Days of Static, может быть… Ну, а тут уже ничего, Perfect Circle. Как бы уже конкретного ничего нет. Хочется все смешать, вот скомкать вот так вот и развернуть обратно, чтобы вот было как в разрезках, такой хаос, чтобы вот это вот все еще и звучало, еще и красиво. Хорошо. Тогда мы слушаем какую-нибудь звучащую красивую песенку и продолжим разговор о шаманах и химерах потом. Давай вот это. Вот, собственно, для чего взял микрофон, чтобы, коли уж зашла роль о Старкове, у нас есть в репертуаре одна его песня, которую мы весьма переработали и отдаем мы несколько другие эмоции, чем отдавал сам Старков. Ну, я думаю, тоже стоит послушать. Это вот то, что группа Химера. Это кавер на Химеру. Ага. Вода должна течь Сквозь пальцы вселенной Вода должна течь Через сердце меня Вода должна течь Возьмем, возьмем лет Вода должна течь По трубам огня Вода должна течь Вода должна течь Вода должна течь Вода должна течь Огонь должен сжечь Пальцы по руку Огонь должен сжечь Гипноз пустоты Огонь должен сжечь Лебединую песню Огонь должен беречь Отчак красоты Огонь должен сжечь 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 Вплоть до плоти моей сужаются Сковырни меня, босоногого Все убого-богие мы Широко дорогие Упрямо ходячие Братья по крови И кровопускания спящие Над печалью кишащего времени Я подвешен на потеху себе Поперек первородного рыба Безутешен Искупая со всеми прогорклую карму мира Я майна и вира Выход и вход углеродовым жиром Скрытый от смерти коловорот Сосущий свой хвост я мост Из пустого в порожнее От подножнего к божьему Мой пароход отошел Кромкой льда Я уже буду течь, когда Меня снова родит вода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот что касается шаманства, вы принимали участие в шаман-рок-фест? Был грешок А подробнее расскажите У нас есть некоторые питерские коллеги Вот, кстати, одна из наших питерских коллег Скоро меня не станет, видимо Которые организовали что-то с названием шаман-рок Название против которого я имел всегда очень много Буду продолжать иметь Поэтому К вопросу об ориентации Вот, ну, в общем, эта штука проводится только в Питере Один раз мы, да, мы там запачкались в этом Немножко, просто хотелось выступить в Питере Вот, только поэтому, да, поехали Какую-нибудь еще интересную историю С этого фестиваля расскажите Сейчас я расскажу Про то, как мы ездили в Питер Выступление было в три ночи Собственно говоря Собственно говоря, само выступление Ну, позднее было Все устали Это дорога Плюс после дороги Плюс после дороги Дороги В общем, в клуб мы пришли усталыми Сначала Усталые Ну да, именно усталые На самом деле История такова То, что само название шаман-рок Как оказалось, питерские коллеги Воспринимают все по-своему Что это значит? По сути, самая шаманская группа Которая, ну, по моему мнению Там была питерская Какао Кам Ками Где ребята, на самом деле Это был такой закос под финнов Она финская Она питерская Я тебя разочарую Просто закос под финнов Очень интересная музыка И на самом деле шаманская Что, в принципе, они единственные Кто оправдал Ну, конечно же, еще мы Да, название всего этого дела Совершенно не оправдывает то Что на нем происходит Потому что Нет, мы не будем никого Давайте вообще об этом не будем говорить Мы не имеем к этому никакого отношения Отдай микрофон Мы просто там выступили Ну и, собственно Ну, захотелось и приехали Все Я думаю, как минимум То, что было до всего мероприятия Оправдал саму поездку Так Такой вот интересный вопрос сейчас будет Вы играете, так сказать Такой электронно-альтернативный рок А в акустике вы себя видите? Не говори слово рок Альтернатива Ну, хотя бы Да, это На самом деле Подожди Видим Он врет Он врет Мы сейчас на самом деле Хотим купить специальные очки С помощью которых мы увидим Там будут не только очки А еще куча разных Наушники Да, мы услышим Куча разных инструментов Оптических Которые позволят нам это сделать Мы на самом деле Это хотим сделать Сейчас вот Господин Дмитрий расскажет как Пропалил Через месяцок где-то Нам стукнет А я не скажу сколько У нас будет день рождения На него Где-то в конце апреля Числа 25 Мы на него хотим устроить Псевдоакустику То есть там будет Акустическая гитара И ноутбук Больше, наверное, ничего Вот в акустике Мы видим все вот так То есть без ноутбука Никуда Иначе Иначе все как у всех Иначе Гмнарок Более того Я поставлю ему Такую программу Которую он сейчас использует Только в обрезанном варианте Вот чтобы он не смог Делать все Что он может сейчас делать То есть скажем Это будет Мы развиваемся Посредством друг друга Это будет несколько Аскетично Привет И по-спартански Вопросы есть? Зрители Два вопроса сразу Во-первых Я был на Несколько твоих концертов В общем Вы играете довольно жесткую музыку И в клубах я видел Как энергия крутится по залу Слем и все такое А вот сейчас в этой Ну Акустике называют Ну не то чтобы акустика Но очень домашняя такая атмосфера Теплая, спокойная Я бы здесь канделябр поставил Да здорово Насколько уютно вы себя чувствуете Здесь вот сейчас играть? Я еще не понял Рот группы Максим Относительно удобства На самом деле Вот что ты сказал По поводу энергии Которые Я тоже обычно Излучал из себя Очень много энергии Знаешь Когда барабанил И дрябил пластики И ломал палки На самом деле Обломись У меня микрофон Ситуация в чем? На самом деле Я стараюсь Просто Ну За себя говорю Как бы не заглушать Всех остальных Потому что на самом деле Акустик очень хорошая Именно для камерных выступлений Да Вот сейчас Кирилл что-то скажет Так Значит Тот вопрос Который Уважаемый посетитель Асик Озвучил Значит Хочу сказать То что Нету той энергии Вернее как Она присутствует Да Но в меньшем количестве Потому что мы боимся Тут наверное Что-то Раскрушить Или еще что-то Она просто другая По-моему А? Она просто другая Какая-то Она более такая Ну не знаю Как для акустики Наверное Вот как раз То что у нас готовится А значит Что касается энергии Да То собственно Эту энергию Нам дают люди Которые приходят К нам на концерты Я не знаю Это поток из зала Который идет И потом обратно в зал То есть Я не знаю Как это объяснить Это Приходите к нам на концерты Про энергию Ты больше ничего Никогда не объясняй Запомни Ну во-первых По поводу того Что Гуляет по залу Да Здесь Ну мне лично Немного узко То есть во-первых Мне офигенно Прет здесь звук Да Но офигенно Вот давит Какая-то такая Камерная атмосфера Это нормально Это все Пофигу По поводу того Что на концертах Гуляет по залу По мне Это Как Сердце Знаешь Двухклапанное Оно Вот здесь Сжимается А там Разжимается Вот оно На сцене Такое В зале Такое И потом Обратно Такое И вот сюда И вот это Такое Постоянное И вот этот Процесс Обмена То есть Сейчас Так как здесь Так же Как ты сказал По-домашнему Малому народу Ничего Вот этого Особо нет Потому что Из нас Особо Не исходит Всякая Конвульсия Потому что Ну потому что Поэтому Потому что Гуляет Малый заряд Зато звук Отличный Да Второй вопрос На концертах Ты используешь Технику Хемисинг? Ее В идеале Ее нужно использовать Ее нереально Использовать На концертах Потому что Это Технология Для того Чтобы она Подействовала Нужно слушать Наушников Чтобы каждый канал Шел в отдельное Ухо И действовал На одно Отдельное Полушарие мозга Мы включали Да Мы включали Признаюсь На Концертах Несколько Подобных Вот Волн Ну просто Для себя Наверное Ничего От этого Как бы Не было Это не Зомбирование Никакое Ничего Нет в этом Никакой Политики Мы ни за что И даже Не против чего Просто так Спасибо Спасибо Ну а так Скажем По поводу Слэма Тут особо Ты не постемишься Стейдж-дайвинг Тут не серьезный Совершенно Вот будет Вот в клубе Икра Например Там Реклама Клубе Троплин Реклама Клуба Икра Так Ничего Вот там Стейдж-дайвинг Да Там Если не поймают То все Не судьба Вот Мне Уже показывают Что нас осталось Всего 5 минут До конца Нашей трансляции Я благодарю Наших телезрителей Я благодарю Гостей Которые Сегодня В клуб Трамплин Я благодарю Клуб Трамплин За его гостеприимство И Группу Лилит За то Что они Сегодня Были у нас В гостях И Мы Слушаем Заключительную Композицию Нашей Сегодняшней Трансляции Заключительная Заключительная Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще один шаг Еще один шаг Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok